Сегодня мы здесь, в 10-й больнице, закончили установку кислородной станции, которая позволит нам обеспечить это отделение, которое здесь у нас есть в 10-й больнице, обеспечить кислородом, прямым кислородом от станции. Мы будем меньше зависеть от привозного кислорода, или практически можем совсем не зависеть. Единственное, что в креоцилиндре всегда у нас запас имеется кислорода, для того, чтобы давать нужного качества кислород, и на всякий случай, чтобы был резерв. Мало ли, что технические поломки никто, к сожалению, не отменял. Мы ожидали, что 1-го числа мы должны были запустить две кислородные станции, инфекционные больницы. Но праздники в Турции, День Республики, не работало ни таможен, ничего не работало, и они не выпустили эти станции, которые мы приобрели, чудом каким-то приобрели, честно говоря. Придут две станции в ближайшее время, должны все-таки они прийти. Мы установим две станции в инфекционные больницы. Они смогут нам давать сутки от 3 до 4 тонн кислорода от этих станций, что снизит нашу зависимость, уменьшит нашу зависимость от привозного кислорода. А вообще я говорил о том, что те производители, тот кислород, который нам поставляют, так называемые плановые поставки, У нас дефицит постоянно, как минимум, 2-3 тонны дефицита минимум было. То есть то, что мы где-то дособирали. Но на вопрос, почему это не делалось раньше, никто, ну, по крайней мере, я не сталкивался с тем, кто бы мог прогнозировать такое количество потребления кислорода. Припределение, что все тяжелые, сейчас у нас 60-70% больных тяжелых, инфекционные больницы. Потребление кислорода увеличилось в разы. Мы предполагали и оборудовали, завезли креоцилиндры. Как видите, все, чтобы принимать кислород, мы все обеспечили в городе, в каждой опорной больнице. У нас есть креоцилиндры достаточного объема, емкости. Но единственное, что заполнять их нечем. Когда-то был кислород МАШ у нас. Припортовый дает нам 6 тонн. При потреблении области, если суммарно взять до 30 тонн, потребляет область. Город потребляет 15 тонн. От 12 до 15 тонн. Вот и посмотрите на производителей. Производители нам, местные производители. Немножко краян 2 тонны. Припортовый дает 6 тонн на область. 8 тонн. Мы, установленными нашими станциями, смогли, производим где-то 2,5-3 тонны. И при потреблении, теперь с несложными арифметическими действиями, вы увидите, какой у нас дефицит кислород. Откуда берется? Вот с такими незапланированными поставками. Помогли нам, в прошлом деле, позже в прошлом деле, помогали нам молдавские наши коллеги. Направляли машину. Еще какая-то помощь неожиданно возникает. Обращались в Запорожье. Я слышал на совещании о том, что в Запорожье 45 тонн в сутки производят они. Потребляют где-то 2,3 от этого объема. Но также закрывают они, помогают кому. Мы обратились, нам сказали, что могут давать нам не больше 2 тонн. Это разово. 680 километров, 2 тонны. Ну, хоть что-то, но поездка туда-обратно, это не спасает ситуацию. В кислородной станции есть первые больницы, пятые больницы. Но в пятой больнице установлена станция, одна из первых установлена на Троицкой. Маленькая станция, которую мы там установили. Мы, скорее всего, будем сейчас проводить технические замены. Устанавливать ее в первой больнице. Вот отделение, которое мы открываем, лороделение на 30-й комест. Будем перевозить ее туда. А там увеличивают технические возможности за счет креоцилиндров. Пятая, первая, сегодня десятая. И на третьей детской уже также устанавливается такая же станция. А завтра будет запускаться? Завтра планируем запустить в третьей детской. Такая же, кто вы можете, 50 кубов станция. И ждем станцию тоже проплаченную. Закупили восьмую. Практически все больницы будут обеспечены кислородными станциями. Сегодня, по факту, у нас четыре.